Вокруг те, кто в финал не вышел, наблюдают теперь уже за бывшими соперниками. За столом 9 педагогов, в том числе трое представителей номинации «Педагогический дебют». Члены жюри внимательно следят за ответами на довольно сложные вопросы. Например, родители интересовало, на ком лежит ответственность по выполнению домашнего задания. Кто и как должен все-таки вот этот вопрос регулировать? Я считаю, что... Где моя роль как мамы? Роль родителя – это только контроль, что ребенок выполнил домашние задания. А уже как выполнил, и верно, и неверно, это уже задача учителя. А кто-то уверен, что ответственность лежит и на родителях. Вопросы звучали самые разные. Чему педагоги хотели бы научиться у школьников и какими качествами должен обладать современный учитель? Были и такие почти 18+. Уважаемые педагоги, как вы оцениваете возможность введения в школьную программу уроков полового воспитания? Сейчас прям дискуссия не утихала там до последнего, это про половое воспитание. Нужно оно в школе или не нужно, да? С этим вопросом было много. Вы как считаете? Я считаю, что нужно, но как без этого? Мы в современном мире живем. Потому что это здоровье, здоровье детей в первую очередь. И физическое, и моральное в том числе. Всю неделю они соперничали друг с другом, много общались. Были и спортивные соревнования, и песни до утра под гитару. Чего не хватило, так это возможности выспаться. И мы сегодня все шесть не спали вообще. Мы вообще не ложились спать. Потому что у нас были сутки на то, чтобы приготовиться к этим трем сегодняшним мероприятиям. Все финалисты этого года – сильные и интересные педагоги. Это мнение членов жюри. Не стесняются высказывать личную позицию по тому или иному вопросу. Они в меньшей степени произносят штампы какие-то. То, что пишут регулярно в литературе. И не сильно глубоко многие воспринимают. Вот эти конкурсанты, они с критическим и системным мышлением. Я считаю, что мы уже все победили. Я в том числе. Все, что хотелось мне от этого конкурса, я уже взяла. Что? От этого конкурса я взяла вдохновение. Вдохновение идти дальше. Я напиталась этой энергетикой. Я получила кайф, если можно так выразиться, от всех мероприятий, которые были здесь. И поэтому я вполне довольна. Напомним, что победитель краевого конкурса, учитель года Алтая, примет участие во Всероссийском, который обычно проходит осенью. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.